Беседу изначально организовать для тебя, но поскольку тебя не было, то решили поговорить о отвлечении над обой Россией. Вот теперь, собственно, можем переключиться на твою историю. Самый первый вопрос к вам, друзья, все-таки. Давайте поговорим теперь чутко о российских спортсменах, о том, как мы выступаем. Твои ощущения прямо вот корабля на бал? Ну, сложно сказать, потому что, наверное, я один из российских спортсменов, кто выступает в чате мира по ралли. Поэтому сравнивать, наверное, особо не с кем. Но за себя мне сложно что-либо сказать. Но твои личные ощущения, потому что все равно нравится, не нравится, чувствую, не чувствую. Я думаю, что, в принципе, все неплохо. Всегда может быть и лучше. Но есть к чему стремиться, есть над чем работать, очень много моментов. Но на данном этапе, я думаю, что у нас неплохая скорость, не хватает стабильности. Поэтому в целом все неплохо. Но при этом, как раз Костя говорил, что когда ты едешь на 90%, все замечательно. Как только ты начинаешь доходить до пределов своих возможностей, начинаются ошибки. И иногда ты не слушаешься своего человека, который сидит справа от тебя. Ну, можно и так сказать, в принципе. Это осознанно или вот в пылу прям в азарте? Да нет, это на самом деле в пылу в азарте, наверное, скорее. Но, опять же, есть нюансы. Так как я еду не на заводской машине, мне очень сложно показывать какие-то хорошие времена. И всегда нужно ехать не на 100%, а на 110-120. Дабы догнать машины, которые едут спереди, в тройке, заводские. Поэтому, когда ты едешь на 120%, безусловно, ошибку сделать очень легко. И, ну, к сожалению, ошибок очень много было в этом сезоне, тех или иных. Женя, у меня тоже к тебе есть вопрос. Ну, вот если продолжать тему штурманов, у многих тоже волнует вопрос. Вот с тобой едут высококлассные штурманы, да, но это зарубежные специалисты. Почему не российские штурманы? У нас с этим какие-то проблемы или с зарубежными штурманами, с их колоссальным опытом просто лучше выступать? Скажу свою персональную точку зрения относительно штурманов. Мы пытались найти российского штурмана в свое время, это было в 2007-2008 году. Но, к сожалению, попытки не увенчались успехом по разным причинам. Поэтому пришлось обратиться к опытным штурманам, которые до этого уже проехали очень много гонок, ездили с именитыми пилотами. И, к сожалению, у нас не было времени просто ждать, пока русский штурман сможет как-то развиваться. Но нужно было в очень ускором темпе все делать, самим развиваться. Поэтому пришлось взять опытного штурмана, чтобы не обращать внимания на, опять же, если новый штурман будет делать ошибки, например. Ну, вопрос, может быть, забегая вперед, уже известно, какие у тебя планы на следующий год? Будешь выступать уже? Есть какие-то наработки, какие-то планы? Или сейчас тоже в ожидании того, что будет с командой Форд в следующем году? Безусловно, в планах есть поехать чемпионат мира. Вопрос просто, за какую команду и сколько этапов. Поэтому ничего конкретного я на данный момент не могу сказать. Опять же, с Фордом, да, есть определенные нюансы. Потому что М-спорт не подписал еще пока контракты с Фордом. Поэтому я, честно говоря, не знаю, за кого мы поедем и сколько этапов. Но в планах ехать чемпионат мира у нас есть. По машине, что спрашивает Нижегородская область, какое авто больше понравилось, DS3 или Fiesta? Сложно сказать, не могу конкретно ответить на этот вопрос, потому что машины абсолютно разные. О том и речь. Но по скорости они примерно одинаковые. Так как, конечно, я проехал практически весь сезон на Форде, я больше к нему привык. Мне, наверное, немножко проще с Фордом. Но Citroёn тоже очень быстрая, неплохая машина. Поэтому, повторюсь, по скорости машины примерно одинаковые, но абсолютно разные в управлении. Поэтому очень сложно сказать, что конкретно лучше. Жень, вопрос насчет регламента чемпионата. В этом году много нововведений. Мы уже обсудили PowerStage спецучастки в прямом эфире. Есть что-то, что не нравится в регламенте? Вот, например, ночные спецучастки, которые ввели на Гравии, что было в этом году. И вот говорят еще, что в Португалии в следующем году также ведут ночные допы, и они тоже, возможно, будут на Гравии. На самом деле нет. Ночные допы лично мне нравятся. Это достаточно интересно. Почему? Потому что это некое разнообразие. Потому что, как правило, гонки проводятся по-светлому. И когда появляется что-то новое, там из серии, например, ночной доп или асфальтовый доп на Гравийных шинах, это всегда интересно, потому что это что-то новое. Поэтому, в принципе, если какие-то, касательно всех изменений, они, наверное, в положительную сторону, так и скажу. И у меня никаких возражений там или негатива нет. А про российских эпилотов что-нибудь такое отметить? Можешь? С кем интересно? Да, вы знаете, сложно сказать, потому что, опять же, мы выступаем на чемпионате мира, и мы, к сожалению, только одни в чемпионате мира. И сравнить пока что не с кем, а с чемпионатом России, я, честно говоря, не знаю, там что и как, и поэтому ничего не могу сказать. Ну вот мы сейчас задавали вопрос нашей аудитории, интересует ли WRC. В общем, понятно было, что интересует, но впервые в нашем смс-голосовании был процент 100. О, 100% интересно. Вот тебе, как бы, сейчас над чем работаешь? Все-таки свой личный результат, да? Или вот нужно, ну, не покрасоваться, конечно, не знаю, как правильно сказать, но внешний экстраверт или все-таки интровертный? Нет, безусловно, я стараюсь показать максимально хороший личный результат. Нам не хватает стабильности, к сожалению, по разным причинам. Но, безусловно, я пытаюсь всегда сделать максимум, что я могу, и как бы бороться до конца. Спрашивают, поедет ли, Костромсковой спрашивает, поедут ли зимние этапы Кубка России? Зимние этапы Кубка России я боюсь, что не поеду. Следующая гонка у нас запланирована ралли Монте-Карло в середине января, то есть достаточно скоро, через полтора месяца. То есть график очень плотный, поэтому распыляться... Нужно успевать отдыхать или нужно катать там, где, в том режиме, в боевом, в котором... Много нюансов. Во-первых, и график плотный. Во-вторых, я не могу выступать в Кубке России на машине WRC. Поэтому причин, на самом деле, на то много. Поэтому, опять же, отвечая на вопрос, в Кубке России мы не поедем зимой. Жень, твой первый старт на WRC состоялся в далеком уже 2007 году. Это было ралли Уэльса. Что изменилось за эти годы в тебе, как ты считаешь? Чему ты научился в мировом ралли? Много всего. В первую очередь, это, безусловно, опыт. Это знание трассы. Потому что, несмотря на то, что трасса сама по себе длинная, то есть одна гонка 350 километров, всегда что-то в голове откладывается, какие-то места особо опасные, сложные. Поэтому, конечно же, в первую очередь, это опыт. Во-вторых, это, наверное, тактика, стратегия, правильно расставить приоритеты на гонке, цели и задачи. Вот это основное, пожалуй. Вообще, если поговорить о разнице между частниками и заводскими пилотами. Заводские пилоты, да, с ними бывает сложно бороться. А что нужно для того, чтобы стать пилотом заводской команды? Может быть, не только знание автомобиля и умение хорошо водить этот автомобиль? Может быть, что-то еще? Честно говоря, вопрос очень сложный. Я пока еще сам не в заводской команде. Если я был бы, я мог бы рассказать, как я туда попал. Но цель такая есть? Цель, безусловно, есть. Это основная цель. Точнее, основная цель выиграть чемпионат мира по ралли. Но для этого нужно попасть в заводскую команду. Как я понимаю, на сегодняшний день, безусловно, в первую очередь, нужна скорость, нужна стабильность. И, безусловно, нужно, чтобы кто-то был за спиной, то есть спонсоры. Это связано с тем, что, к сожалению, небольшое количество команд сейчас выступает в чате мира. И быстрых пилотов больше, нежели мест. Ну, тоже. Быстрым пилотом быть хорошо, наверное. Но вот то, чего, к сожалению, не хватает иногда в российском чемпионате, нужно быть не только быстрым пилотом, наверное, нужно быть еще и харизматичным. Уметь представлять свою команду, общаться с журналистами. Ведь, например, взять любого пилота заводского, если он, допустим, вылетает с трассы, у него слезы на глазах, но он все равно, глотая слезы, дает интервью. Это ведь правильно? Безусловно, конечно, совокупность неких умений, наверное, разных факторов в данном случае, связанных с пилотом. Безусловно, нужно и уметь общаться, и вести себя в определенных ситуациях. Но, конечно, я считаю, что основное – это скорость, наверное, это талант. Потому что без скорости, без таланта сложно что-либо показать. Все правильно. Ну и тогда вот еще вопрос, достаточно интересный. Вот несколько лет, пару лет назад ты объявил о завершении карьеры, а затем вернулся. Что побудило тебя уйти из Раги, а потом, соответственно, вернулся в мировой чемпионат? Скорее, это, наверное, связано с тем, что я не совсем правильно расставил приоритеты на том этапе. Это, во-первых. А во-вторых, честно говоря, очень сложно уйти из ралли, просто взять и уйти. Потому что очень много я посвятил времени, автоспорту в целом, и картингу, и ралли, и просто взять и уйти очень сложно. И поэтому где-то и не выдержал, где-то что-то пересмотрел, поэтому решил вернуться. А вот если бы ты не был раллистом, какая бы профессия стояла бы в пункте профессии в твоей биографии? Я, честно говоря, не отвечу на этот вопрос, потому что я не знаю, как бы сложилась бы жизнь. И мне, честно говоря, всегда нравились автогонки. Я очень рад, что у меня сейчас есть возможность пилотировать машину WRC. Что было бы, если бы у меня не было бы возможности, сложно сказать. Честно говоря, не знаю. Потому что, наверное, на сегодняшний день это лучшее, что могло бы быть для меня, так скажем. В Саратовской области спрашиваю, прошу прощения, что вклиниваюсь, то есть народ интересует. На какой машине ты ездишь в обычной жизни? Так получается, что у меня машины достаточно часто меняются. Вот, поэтому... То есть какой-то привязанности, любви такой нет? Привязанности нет, но люблю спокойные, мягкие машины. Не люблю жесткие, дерганные. Люблю плавные, спокойные, мягкие. То есть тебе всего хватает адреналина там? Да, мне хватает гонка вполне. Хотя слабо себе представляю, как гонщик ездит так спокойно, степенно. Я понимаю, что, может быть, не нарушая правила, но вот так вот мягко и аккуратно. Хорошо, тогда вопрос в догонку. А как ты относишься, Жень, к уличным гонкам? Ведь вот что делает человеку, у которого есть хорошая спортивная заряженная машина? Вот он мечтал, а не он приобрел этот автомобиль, но все эти уличные гонщики, они правила нарушают. Что делать в такой ситуации? Ехать на закрытые трассы в Тушино, Мечково или ехать за границу на Нью-Йорк-Ринг и кататься там, платить деньги и кататься. К счастью, уже можно не ехать так далеко на Нью-Йорк-Ринг, уже можно в конце концов в Казань, но если есть силы там в Красноярск и в России уже можно, в Москве именно можно. Ну да, если у человека есть деньги на дорогую машину, наверняка он может себе позволить съездить, проехать. Я знаю, в Москве это Тушино, Мечково, и что близко, ну там, не знаю, Смоленск, наверное. Принимаем звоночек. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Александр Масков. Здравствуйте, Александр. Да нет, вопрос о себе, но все-таки отвечает. Нет, безусловно, есть такая штука, как физическая подготовка. Для меня она заключается в хождении в спортзал минимум два раза в неделю, это кардионагрузка. Вот, собственно говоря, чем я занимаюсь, как я поддерживаю свою физическую форму. Часто задают вопрос, а как вообще удается, руки зажимаются, не зажимаются, насколько вот эта проблема есть? Тренируешь ли отдельно руки, ну вообще гонщики? Честно, как бы, так как очень много гонок, это, во-первых, уже привычка, и особо каких-то нагрузок на что-либо нету. Плюс с картинга, мне картинг очень помог, потому что там очень сильно... А в картинге гораздо тяжелее все. Намного тяжелее, безусловно, и руль крутить, и с шеей, поэтому у меня как бы уже закалка с картинга есть, но плюс я, опять же, повторюсь, в спортзал хожу, поддерживаю свою физическую форму. Ну, плюс, честно, гонки тоже бодрят. Есть, воночек, прошу прощения, воночек, примем. Слушай вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Воронеж. Алло. Пока мы собираемся с мыслями, Костя продолжает. Ну, Женя, у тебя наверняка свободное время тоже есть, хотя, наверное, его все-таки мало у тебя. Хобби есть, ты еще чем-то увлекаешься, вот многие гонщики любят в компьютерные игры играть. У многих в биографии есть такой пункт. У тебя есть такое хобби? Нет, мое хобби, на самом деле, основное, это автомобили. Я очень люблю автомобили и очень люблю заниматься, например, своим автомобилем, которым я езжу каждый день, чтобы сделать его так, чтобы я получал от него удовольствие. Как и чтобы я на него смотрел, когда внешне мне он нравился, и когда еду за рулем, чтобы я получал от него удовольствие. Поэтому, честно говоря, основные хобби, все связано с техникой и вот с автомобилями в основном. То есть игрушек у тебя нет. Серьезное увлечение. Женя, вопрос тогда уже относительно чемпионата. Вот Себастьян Леп стал восьмикаратным чемпионом мира. По-твоему, это результат его фантастического таланта или то, что у него все-таки нет достойных соперников? Совокупность разных факторов, мое личное мнение. В первую очередь, конечно, талант. Он очень быстрый, очень талантливый гонщик. Но, безусловно, и удачи у него тоже не отнимать. Можно вспомнить разные моменты. Тот же, например, 2010 год, когда они боролись с Херонилом, когда у него капот открылся на Великобритании. Если посмотреть улеты Себастьяна Леба, как он выезжает, как он вылетает с трассы, удачно очень, не повредив ничего. Поэтому это совокупность разных факторов. Но основное – это, безусловно, талант и скорость. Ну, наверное, удача, везение – это тоже немаловажный фактор, на который уповают пилоты. Вообще, многие гонщики верят в приметы во всевозможные. Ты в приметы веришь? Нет, я в приметы не верю, но в удачу верю. Но все-таки, мне кажется, удача – это награда для тех, кто...